Неделя спорта В спортивном зале Уникса, где состоялся турнир по настольному теннису И сколько бы скептики не говорили, что данный вид спорта не интересен, он скучан И что там может быть такого увлекательного? Поверьте, может. Смотрите подробности в репортаже Василисы Дзюбы Пока студенты старательно грызут гранит науки, пытаясь успешно сдать сессию На спортивную площадку вышли преподаватели Я приветствую вас на Спартакеаде среди профессорско-преподавательского состава «Здоровье» И сегодня первый соревновательный день Дисциплина – настольный теннис Посмотрим, насколько хорошо преподаватели знают тонкости данного вида спорта По сравнению со своими научными дисциплинами Наблюдать за Спартакеадой всегда интересно А вдвоей интересно смотреть на то, как играют наши горячо любимые и многоуважаемые преподаватели Вечера они были строгими, а сегодня с азартом пытаются вырвать победу у своих же коллег И зрелищность – лишь одна из причин проведения данного мероприятия Данная Спартакеада зародилась еще, когда в ВУЗе у нас отдельное существование Можете считать ее все-таки традиционной И радует то, что она у нас существует ежегодно И с каждым годом количество участников увеличивается И приходится новая и новая команда В данную Спартакеаду ежегодно прорабатываются те виды, которые самые популярные среди профессорских предприятий составов и сотрудников Учитываем пожелания всех подразделений И стараемся найти максимальный выбор И ставим те виды, которые наиболее массовые и доступные Первый день Спартакеады от такой дисциплины, как настольный теннис Никто не ожидал зрелищности и тем более разгоряченных споров Но оказалось, что преподаватели настроены на победу, пожалуй, даже серьезнее, чем студенты на получение диплома Поиграв в свое удовольствие, они развернули ряд дебатов против своих соперников Никто не хотел уходить с игровой площадки, когда финал еще впереди Выглядело это так Дело в том, что соревнования проходят интересно, мне даже нравится Потому что они все время с амбициями приходят люди Выходят и приходят решать спорные моменты Спорные моменты происходят Дело в том, что у нас судят студенты Студенты ошибки не исключены Довольны, мне кажется, довольны все финалисты Они всегда довольны Но, тем не менее, призеры и победители были выявлены Третье место занял департамент по молодежной политике и студенческий городок Серебро досталось команде АТИ-лицея Но золото осталось в стенах УНИКСа Общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Да, сегодня было сложно играть Хоть команд было меньше, чем в прошлом году Но соперники появились очень достойные Любая победа приносит удовольствие тем, кто играет и тем, кто болеет за них Для нашей кафедры желаю удачи Мы хотим выиграть это спорта-киада Ну, всем удачи! Едем дальше Уже 15 января Все спортсмены переезжают в спортивный зал Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Где разыгрывают очередной комплект наград Но уже в дисциплине бадминтон Что самое интересное Совпадение это или нет, я не знаю Но многие скептики тоже говорят Что данный вид спорта опять тоже не интересен Не тот вид спорта вы выбрали Поверьте, я могу вам с полной уверенностью сказать То, что выбрали все те виды спорта И этот не исключение Не веришь мне, смотри внимательно на наш репортаж Который подготовила для нас Марина Вахаршева Во второй день спорта-киады Мы наблюдали за тем, как наши преподаватели Умело управляют ракеткой бадминтона Казалось, что каждый из них посвятил данному виду спорта Уже немало лет И для них бадминтон не только игра А смысл жизни Бадминтон считается самым быстрым видом спорта Поэтому, наверное, привлекает к себе Такой широкий интерес И своей доступностью Наверное, интересует многих людей Которые хотят заняться этим видом спорта Ну, разница в настольном теннисе Бадминтон на самом деле есть Бадминтон в большей степени Легче играть тем, или мужчинам, женщинам Которые в любом занимались Так как рычаг увеличивается Поэтому здесь полегче будет играть Чем в настольном теннисе Хотя некоторые, наоборот Легче играть в настольном теннисе Чем в пабминтон Несмотря на то, что в этом году на спорта-киаде Принимают участие меньшее количество институтов Атмосфера на площадке оставалась не менее напряженной Новички набирают обороты И пытаются вырвать победу у профессионалов Вообще состав более-менее ровный Вот восьмерки даже уже интересные игры пошли Есть команды, имеющие уже более-менее профессиональных игроков Есть которые новички, но подтягиваются тоже То есть, ну как массово стараемся развивать Многие преподаватели ежегодно участвуют в спорта-киадах Стараясь во всех возможных видах спорта Поддержать свой любимый институт Для них это хороший повод отдохнуть после тяжелого семестра И встретиться с коллегами в неформальной обстановке Я уже года три занимаюсь бадминтоном И стараюсь во всех возможных видах спорта Даже кроме бадминтона поддерживать свой институт Как будто бы, да, свой лицей И мы активно участвуем в спорта-киаде сотрудников университета Это очень интересно и в плане команды в духа И в плане соревнований с другими институтами Вообще это очень круто, что такие вещи проводятся И мы всячески поддерживаем это Атмосфера, с одной стороны, конечно, доброжелательная Потому что мы все сотрудники нашего университета родного Но с другой стороны, когда ты выходишь на площадку Тут уже нет друзей, одни соперники И надо побеждать В результате упорной борьбы итоги сложились таким образом Третье место занял институт математики и механики имени Лобачевского Серебро досталось общеуниверситетской кафедре физического воспитания А первое место заняла команда набережной Челнинского института КФУ Ну и на этом все Большое спасибо за внимание Вот такая у нас выдалась неделя спорта А что будет дальше, посмотрим Следующие дисциплины на спартакиаде Здоровье, плавание и шахматы Следи за нашей программой, будет интересно Мы эти дисциплины тоже обязательно осветим Эту программу для вас вел Роман Полинсков Больше информации в нашей группе во Вконтакте Ссылку ты сейчас видишь на экране Еще увидимся, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин